Итак, депутаты отработали уже половину текущей парламентской сессии. Аж 24 пленарных дня, из которых меньше 20 были днями для голосований. Впереди еще 24 пленарных дня до летних каникул. Только эти майские и летние парламентские недели уже традиционно расслаблены и редко отличаются высокой результативностью. Чего все-таки ждать от второй половины текущей парламентской сессии и как решатся нынешние противоречия, обсудим с нашими гостями. Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей фракции Блок Петра Порошенко и политический эксперт Александра Решмидилова. Здравствуйте, Алексей, Александра. Спасибо, что пришли. Ну, давайте первым вопросом, наверное, обсудим самую заметную тему недели. Вопрос обоим одинаковый. Как вы оцениваете церковную инициативу президента, которую на этой неделе обсуждали больше всего? Чего ждать дальше? Как такую, которую Украина шла в столетие. Это еще одна часть независимости Украины, еще один символ независимости нашей страны. Мы становимся постепенно, на самом деле, независимыми. В 91-м году было только формальное объявление, а потом границы. Сейчас, вот последние 4 года, у нас появилась армия. И есть шанс, что в ближайшее время у нас появится украинская независимая автокефальная православная церковь. Это ни в коем случае не означает, что прихожан других церквей кто-то будет принуждать переходу в нее. Ни в коем случае. Но те церкви, которые хотят объединиться в единую украинскую автокефальную православную церковь, это украинская автокефальная православная церковь и украинская православная церковь Киевского патриархата. И надеюсь к ним присоединяться и часть приходов УПЦ, МП. Они смогут это сделать, и Украина получит свою церковь. Мы этого заслуживаем. Мы огромная страна. Теперь мнение не политика. Александра, что вы скажете? Как политический аналитик и эксперт, я вам скажу, что в Конституции прописано, что церковь должна быть отделена от государства. И все-таки эти нормы стоило бы учитывать и понимать. Вся неделя была под эгидой этой темы. Начиная со вторника, когда собирал президент глав фракций. И заканчивая четвергом, когда голосование мы увидели. С одной стороны, на протяжении всей пленарной недели мы видели как и консолидацию определенных сил вокруг позиции президента, так и другую позицию, допустим, которая ставил оппозиционный блок, который и глава фракции во вторник крайне категорично воспринял, и все топовые спикеры сказали свое мнение. Также была блокировка трибуны. То есть мы увидели, что в принципе есть разные мнения. Насколько мне известно, есть и обращение точно так же к Варфоломею и от оппозиционных сил, чтобы делами церковными занимались непосредственно церковники, а не политики. Алексей, почему политики на этой неделе не занимались обещанным вопросом уже наконец-то разобраться с Центр-Избиркомом? Почему нет назначения новых членов ЦИКа? Понимаете, Варфоломеев день, когда-то был во Франции Варфоломеева ночь, а у нас четверг был Варфоломеев день с обращением к Варфоломею, как мы слышим, уже и другие к ним обращаются. Он, видимо, столько сил забрал и душевной энергии у депутатов, что, к сожалению, ЦВК не был вынесен на голосование. Мы были готовы, фракция наша была готова голосовать, и, к сожалению, мы расстроены тем, что все-таки этот вопрос не был вынесен на повестку дня. Нам обещают, что в мае месяце этот вопрос будет вынесен на повестку дня, и мы, наконец-то, сможем поменять состав ЦИК. Александра, а как вы считаете? Многие эксперты говорят, что коалиции невыгодно менять сейчас членов избирательной комиссии. Ну, для начала это некий конкурс со стульями. Вы знаете, что есть 14 кандидатов на 13 вакантных позиций. Как они усядутся и кому не хватит стула, мы еще увидим. Тем более мы увидели, что не всем удалось, скажем так, представить своих кандидатов. Также надо понимать, что явно нет договоренности полноценно о голосовании, потому что за каждого из 13 кандидатов должны голосовать поименно. На это целый день, и, видимо, этим днем пока не готовы пожертвовать, потому что нет финальных результатов заранее. Плюс мы не слышим на сегодняшний день кандидатуры, которую должна возглавить Центр избирком. По ней, скорее всего, тоже нету еще консенсуса. Алексей, в начале недели депутаты Блока Петра Порошенко говорили о том, что на неделе может стать насущным вопрос кадровых изменений в парламенте. Вопрос очень взрывоопасным мог стать на этот день. Но к концу недели вопрос рассосался. А почему? Что вы имеете в виду? Ну, ходили разговоры о том, что отчет Гройсмана может закончиться чем-то не тем в стенах парламента. Ходили разговоры о том, что могут некоторые министры ротироваться. Ходили разговоры о том, что некоторые ИО могут или избавиться от приставки ИО, или вообще вылететь из состава. Ну, кадровые вопросы для украинского парламента. Мы молодая парламентская, парламентско-президентская демократия, и поэтому кадровые вопросы для нас, конечно, самые сложные. Мы, к сожалению, молодая демократия, болеющая старыми болезнями. Так обычно бывает, но все-таки я надеюсь, что как и в вопросе НБУ, хоть и с большой задержкой рахунковой палаты, а также в вопросе центральной избирательной комиссии, в вопросе министров, исполняющих обязанности, там где их нет и те, кто хотят уйти, мы все-таки сможем дойти до конца. Что касается отчета правительства, то да, был вариант, чтобы он произошел сегодня, однако, то ли по причине того, что сегодня у нас день рождения Гитлера, и не лучший день, наверное, для отчета правительства, то ли по другим причинам, мы перенесли его на конец июня, и теперь у нас он пройдет в конце июня. В принципе, сам по себе отчет правительства у нас проходит еженедельно, потому что надо отдать должное Гройсману, его кабинету, они каждую пятницу сессионную в парламенте отвечают на все вопросы, и сегодня это было тоже. Александра, а вы думаете, по каким причинам был принесен отчет правительства? С одной стороны, официальная позиция, которая заявлена, это что отсутствует глава комитета, которого нет просто сейчас в наличии в Украине, поэтому как раз осрочили, дали такой некий люфт временной. Но знаете, как говорят, на ноги все, на лыжи все, я думаю, что это вряд ли что-то может кардинально изменить в тех позициях. Не соглашусь насчет того, что отчитывается Гройсман, глобально мы по процедуре не услышали отчета ни за первый год, ни за второй, ни по бюджетам он не отчитался. По бюджетам это даже не один бюджет. Соответственно, то, что происходит перед телекамерами, это нельзя считать отчетом по процедуре, тем более еще напомню, что истек иммунитет у кабинета министров, не мешала бы и программа правительства все-таки показать новую. Потому что на сегодняшний момент старое стекло, новой нету, надо было бы понимать, как дальше будет двигаться наш кабинет министров. Ну что ж, понятно, что планов на вторую часть парламентской сессии громадье, а вот как будут работать, ну что ж, время покажет. Александр Ирисмедилов, Алексей Гончаренко отвечали на мои вопросы.